Прокуратуре России исполнилось 300 лет. 12 января 1722 года Петр I издал указ об учреждении должности генерал-прокурора при Сенате. По замыслу императора, работа нового органа должна была искоренить беззаконие, взяточничество и неправосудие. За прошедшие годы в историю ведомства было вписано множество страниц, а деятельность не раз претерпевала различные изменения. О сегодняшнем дне на примере одного из ведущих отделов республиканской прокуратуры в нашем сюжете. Закон определяет практически все сферы жизни современного человека. Дело остается за малым, четко его соблюдать. Однако, всегда находятся те, кто не прочь переступить эти законодательные рамки. Поэтому основная деятельность прокуратуры и направлена на полное соблюдение действующего законодательства. В прокуратуре много структурных подразделений, и рассказывать о них можно долго. Мы решили остановиться на одном отделе. Он занимается надзором за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью на досудебной стадии уголовного делопроизводства. Работники отдела изучают материалы проверок, материалы уголовных дел, рассматривают жалобы и обвиняемой стороны, и стороны потерпевшей. Естественно, вся наша работа направлена на защиту прав граждан и пострадавших от преступлений, и тех, которые привлекаются к уголовной ответственности. Работа ответственная очень, работа сложная, объемы большие, но работники всеопытные, они справляются. Мы стараемся достигать тех целей, ради которых здесь находимся. Эта служба сложна, трудна, требует разностороннего образования и большой эрудиции. Ведь те, кто совершает противоправные действия, далеко не лыком шиты. С одной стороны, конечно, преступники подстраиваются под законодательство, где-то идут впереди правоохранительных органов, особенно это заметно, наверное, гражданам на примере дистанционных мошенничеств. Очень много сейчас пенсионеры, малоимущие, социально незащищенные слои населения очень страдают от этого. И, соответственно, те лица, которые занимаются криминальной деятельностью, они пользуются вот какой-то правовой безграмотностью и слабостью, может быть, будущих пострадавших. Мы вынуждены заниматься тем, чтобы, с одной стороны, права потерпевших были восстановлены, с другой стороны, чтобы не нарушались и права тех лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности. При всем этом правоохранители должны быть своего рода примером для остальных граждан. Поэтому внимание к их профессиональной деятельности на предмет соблюдения закона всегда особое. Мы как раз здесь призваны надзирать за исполнением законов, в первую очередь, работниками правоохранительных органов. Это, как вы правильно заметили, сотрудники полиции, Следственного управления, Следственного комитета по республике Мариел и другие органы, которые занимаются расследованием преступлений. Органы МЧС, службы судебных приставов и так далее. Кроме того, мы же занимаемся еще контролем за деятельностью ниже стоящих гора и прокуроров. Поэтому такая многоступенчатая система контроля, надзора, она позволяет минимизировать нарушения в деятельности самих органов правопорядка. Сотрудники прокуратуры немного схожи с журналистами. И те, и другие одинаково ценят рабочее время. Поэтому мы не стали долго отвлекать начальника отдела от прямых обязанностей и задали последний вопрос. Почему в прокуратуре так много женщин и легко ли им нести эту службу? В органах прокуратур республики Мариел около 40% женщин. А по сравнению с другими прокуратурами субъектов Российской Федерации, это большой удельный вес. И он, наверное, не типичен для такого органа. Но, с одной стороны, надо сказать, что наше руководство лояльно дает возможность проявить себя, сделать карьеру. Если работник, независимо от того, какого он пола, показывает хорошие профессиональные качества, зарекомендует себя добросовестным, требовательным, честным, порядочным, как это принято в органах прокуратуры, то и есть возможность работать хоть в прокуратуре района города, хоть в прокуратуре республики Мариел. И я люблю порядок. Наверное, это как раз та профессия, которая мне дала возможность проявить свою любовь к порядку, самореализоваться и заниматься любимым делом. Из череды дел, которые приходится разбирать, выделяются те, которые можно условно назвать злободневными. Хотите верьте, хотите нет, но преступления и правонарушения тоже имеют свой рейтинг. К примеру, мы изучаем уголовные дела, поступившие с обвинительным заключением, о незаконном сбытии наркотических средств, либо покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Зачастую обвиняемые по таким уголовным делам проходят молодые парни и молодые девушки, которые совершают преступления, может быть, по незнанию закона, может быть, руководствуясь материальными ценностями, стремясь получить выгоду от этой незаконной деятельности. Но хочется уберечь молодое поколение от совершения таких необдуманных действий, потому что уголовный закон предусматривает суровую ответственность за незаконный сбыт наркотических средств. К сожалению, таких уголовных дел с каждым годом становится, не сказать, что больше, но значительное количество. И, к сожалению, количество уголовных дел не уменьшается. Стрессоустойчивость и человечность. Эти два качества должны быть присущи любому сотруднику прокуратуры, вне зависимости от стажа работы и возраста. Именно они, помноженные на профессионализм, помогают правильно оценить ситуацию и принять единственно верное решение. Это может быть стороннему наблюдателю кажется, что в нашей профессии нет романтики. Мне привлекает в моей профессии то, что каждый день я сталкиваюсь с необычными ситуациями, каждый день я прихожу на работу и понимаю, что я сегодня буду заниматься тем, чем вчера еще не занимался. Каждое уголовное дело – это человеческая судьба, каждое преступление, оно не похоже на другое. И, работая в прокуратуре, мы таким образом можем охватить большой пласт уголовных дел, материалов проверок, которые находятся в производстве органов предварительного следствия или дознания. К примеру, следователь, он осуществляет расследование конкретного уголовного дела. Прокурор же видит уголовно-процессуальную деятельность сразу нескольких следственных подразделений, нескольких следователей. Таким образом, может, у него складывается полная картина всего уголовного судопроизводства в Российской Федерации. За прошедшие 300 лет с момента образования базовый принцип работы прокуратуры не изменился. В приоритете – защита прав граждан и контроль за соблюдением законов всеми, вне зависимости от положения, социального статуса и объема власти.